Aukitel K4000 это смартфон бюджетного сектора, который выделяется в первую очередь своей классной большой батарейкой с емкостью 4000 мАч, собственно говоря отсюда и название K4000. В остальном же это простенький бюджетник, но также обладающий и защитными функциями, заявлено противоударное стекло, устойчивое к царапинам и металлический корпус. Давайте начнем сначала с комплектации. Бюджетная коробочка, в принципе выглядит неплохо, но почему бюджетная? Она используется для целого ряда моделей, только наклейка отличается. На обратной стороне основные технические характеристики, размеры и прочее. Технические характеристики вы можете посмотреть под обзором. А мы посмотрим пока комплектации. Так, мы видим наушники, такие по типу бочонки. Сразу хочу сказать, что наушники отвратительного качества. Мы видим очень тонкие проводочки. Они попросту со временем перетрутся. Ну и сами наушники неважнецкие по звучанию. Отсутствуют вообще низкие частоты. В принципе, как бы рассчитана более гарнитура для разговоров. Так, далее. Ну, кабель стандартный. Есть гарантийный талон. Сервисная книжка. И небольшой мануальчик. Вот. Также мы видим зарядное устройство с током заряда 1 А. Данное устройство было проверено с помощью USB-тестера. И оказалось, что оно очень плохого качества. Низкого качества. На холостом ходу данное зарядное устройство показывает напряжение под 5,32 В. То есть, 5 Вольт и 0,32 Вольта. Мне показалось, это многовато, естественно. Вот. Поэтому я дал нагрузку. Ну, под нагрузкой, когда телефон заряжается, напряжение возрастает еще больше. И заряд становится 5,4 Вольта. Естественно, это перезаряд. Это очень вредно для аккумулятора. Даже USB-тестер показал своим индикатором, стрелочкой вверх, что идет перезаряд. То есть, данное устройство зарядное нельзя использовать со смартфоном. Поэтому, ну, рекомендую его просто выбросить и купить за место для него какое-то другое нормальное. Такие дела. Вот. И еще у нас есть вот такой вот бампер. Неплохой. С матовым молочным покрытием. Он скорее создан не для того, чтобы защитить телефон от падения. Так как сам телефон уже защищен металлической рамой и плотным, не бьющимся стеклом. Но скорее, чтобы сохранить его внешний вид. То есть, потертости задней крышки или какие-то царапины. Давайте посмотрим поближе дизайн смартфона. Вот. Мы можем заметить, конечно же, сразу, что он не такой тонкий. И это неудивительно, потому как здесь довольно мощная батарея установлена. Вот. Я телефон этот разбирал полностью. Через буквально там несколько дней я закончу текстовую версию обзора. Вы сможете посмотреть на фото смартфона в разобранном виде. Ну, я могу вам сразу сказать, что рама действительно металлическая. Полностью как бы и внутри тоже металлическая. И она очень плотная. Я даже проверял, царапал ее ножом. Это действительно металл. Какой-то сплав алюминия. И довольно-таки плотный. Так. По смартфону видим сенсорные клавиши, которые у нас не имеют никакой подсветки. Нет светодиода индикаторов событий. Задняя часть смартфона это матовая пластиковая крышка. К сожалению, она довольно быстро собирает отпечатки пальцев. В принципе, ее можно протереть влажной тряпочкой или просто водичкой. И эти отпечатки смываются. Но, тем не менее, Если вы будете пользоваться без вот такого вот бампера изначально, то, в принципе, вам периодически потребуется протирать этот смартфон. Ну, я же сразу первым делом одел в него бампер. В принципе, как бы он особо не утолщает телефон. И выглядит довольно органично. Все вырезы соответствуют. Ну, и заодно получаем, как бы, дополнительную защиту от царапин в виде потертостей и повреждений. Экран очень хорошего качества. Точнее, я имею в виду, не сам экран, а защитное стекло. По заявлению производителя здесь используется трехслойное защитное стекло. И в интернете полно видеороликов, где показано, как этим телефоном, экраном разбивают орехи, забивают гвозди. И есть даже видео, где его переезжает автомобиль. И, как бы, оно не лопается и не трескается. Действительно, стекло очень прочное. Я, конечно, гвозди не забивал. Но это чувствуется даже вот по нажатию и по звуку. Если побить по нему, то, в принципе, ему ничего страшного от этого нет. Так, что еще хотелось бы мне сказать. Давайте мы, наверное, его включим. И начнем обозревать его внутренние характеристики. В первую очередь, давайте мы, для тех, кто все же не знаком с техническими характеристиками, зайдем в Antutu и посмотрим информацию о смартфоне. Итак, видим, что процессор здесь установлен MT6735P. Это урезанная версия. Она имеет частоту процессора около 1 ГГц. Кроме этого, здесь стоит графический процессор Mali-T720. Разрешение дисплея 720 на 1280. Камера определена как 13 Мп, хотя мне известно, что сенсор здесь 8-мегапиксельный с интерполяцией до 13. Так, далее Озун. Тоже немаловажный плюс смартфона, что здесь 2 ГБ оперативной памяти. И хранилище на 16 ГБ встроено. Из них доступно 12 ГБ. Чуть больше 12. Так, процессор у нас 64-битный. 4-х ядерник. Вот, 988 МГц. Плотность пикселей 320. Мульти-тач честный на 5 касаний. Ну, в принципе, как бы больше интересного здесь ничего нет. По тесту мы можем видеть, что смартфон набирает около 20 тысяч очков. Это, в принципе, невысокий результат. Но этого более чем достаточно для комфортной и плавной работы системы, основных приложений и даже 3D-игр. Вот, вы можете посмотреть, как быстро листается меню. То есть, никаких вообще проблем с этим нет. Не говоря уже о каких-то задачах, таких как звонки, интернет. Все работает довольно шустро. Вот, я запускал также и игры на этом смартфоне, и все нормально работает. Так, кроме Antutu я проводил другие тесты. Допустим, Geekbench 3. Я сделал скриншоты тестов, результатов. Мы можем их сейчас посмотреть. Так, для этого нам нужно зайти в галерею. И зайти в скриншоты. 479 баллов в режиме Single-Core и 1342 баллов в режиме Multi-Core. Работа Wi-Fi в комнате с роутером. Дальняя комната. В принципе, как видите, по всей квартире нормальный показатель. А это показатели бенчмарка Epic Citadel. Значит, в настройках можно выставить Ultra High Quality, но при этом получаем низкий FPS, всего 22,3 кадра в секунду. А вот если выставить High Quality, то есть немного более слабое разрешение, детализацию, то сразу получаем отличный FPS в виде 47,2 кадра в секунду. То есть, о чем это говорит простым языком? В этом смартфоне можно играть абсолютно в любые игры, но на не самых высоких настройках графики. Так, что еще? GPS. GPS работает здесь довольно-таки неплохо. В пасмурную погоду, облачная, даже дождик там срывался местами. Вот я вышел, и буквально в течение 10-15 секунд произошло соединение. Было найдено 9 спутников, из них 9 были в активном подключении. Точность 3 метра в секунду. Ой, 3 метра просто, извиняюсь. Как видим, здесь только американские GPS-спутники. Нет поддержки Глурнас, нет Байдоу. Но и этого достаточно для нормальной навигации. Другой GPS-тест определил 11 спутников, и из них 11 были в активной работе. Точность 2,7 метра. Так, по связи. Это связь именно GSM. Вот мы видим модули, видим информацию о сотах. То есть, это базовые станции. Наиболее близкие базовые станции имеют наиболее высокий сигнал и наиболее отдаленный, естественно, маленький сигнал. То есть, этот скриншот сделан в квартире. Никаких проблем нет. Даже сейчас, если увидеть по графическим инконкам, связь полная. У меня здесь стоит Kyivstar, МТС. Вот график. Ну, здесь тяжело, конечно, что-то разобрать, но это график такой временной, более о стабильности говорит. Так, что у нас дальше? Прошивка, в принципе, единственная, как говорится. Смартфон только недавно вышел, поэтому на него не существует еще других прошивок. Вот версия 1.0, которая вышла 29 октября 2015 года. Прошивка еще не идеальная. Ее следует еще довести до ума. Допустим, у меня был такой бах. При первом включении телефона я не мог зайти в настройки экрана. Когда я заходил в меню и нажимал на экран, у меня выпадала ошибка, что приложение будет закрыто и выкидывал на рабочий стол. Данная проблема известна и решается она очень просто. Как только вы получили телефон, необходимо сделать сброс к заводским настройкам. После этого, в принципе, этот бах уходит и вы уже можете зайти в настройки экрана. Так, по самому экрану. Экран очень яркий. Допустим, в домашних условиях у меня стоит, как видите, процентов 20, наверное, яркости. И эти 20 процентов яркости соответствуют, как на многих телефонах, процентов 80 яркости. Если выставить полную яркость, реально это просто начинает чуть ли не выжигать глаза, поэтому я даже не пробовал. Не пробовал пользоваться в таком режиме. Ну, давайте бы поставлю. Просто нереально. Я не знаю, насколько это отображается на видео. Ну, я думаю, в принципе, вы видите, насколько идет, ну, как бы даже засветка. Сейчас он даже телефон не может сфокусироваться. Все вокруг потемнело. Это не все вокруг потемнело. Это просто яркость такая сумасшедшая, что... Да, на улице, конечно, при такой яркости видно даже, я не знаю, на пляже летом. Но она чрезмерная, и она не нужна. Вот такой уровень комфортный для зимнего времени, когда солнце не слишком яркое. А, в принципе, в летнее время максимум 50% можно добавить. Так, углы обзора. Отличный, в принципе, экран отличный. IPS матрица. Выполнен по технологии OGS. Так, попробуем зайти в какой-нибудь тестик. А вот здесь есть в Antutu тестере, есть цветная панелька. Вот. И мы можем посмотреть углы обзора, что ни под какими углами. Видите? Видно практически до самого конца. Причем не происходит никаких ни инверсий цвета, ни искажений особых. На мой взгляд, экран очень качественный. Единственное, что можно отметить, это то, что экран имеет более направление к холодным оттенкам. То есть, если включить, например, белый цвет, то он будет не нейтрально белый, не тепло-желтый, а немного такой холодновато-голубоватый белый. Некоторым это не нравится. Далее, переходим к самому важному пункту. Это, естественно, автономность. Я протестировал батарейку с помощью A-Max и емкость полностью подтвердилась. Заявлена емкость 4000, и A-Max мог взять батарейки 3960 мАч. Что говорит о полном соответствии. И это не может не радовать. В реальных тестах это показывает то, как производитель обещает 5 дней нормального использования или 2,5 очень сильного использования. Я в принципе могу подтвердить и эти слова. Допустим, сейчас видим заряд осталось 75%. При этом смартфон уже работает от одного заряда больше суток. За сутки уходит в моем режиме где-то 25%. на 4 дня минимум хватает. За это время успел насветить экран 1.55. Грубо говоря, округляем до 2 часов. То есть суммарное время работы экрана 8 часов от одного заряда. Очень хороший результат. Есть у меня здесь скриншоты. также подтверждают работу хорошую работу батареи. Это после Epic Citadel. Я запустил Epic Citadel. Когда режим демонстрации это получается имитация высокой нагрузки. когда нагружен и процессор и видеоядро. Яркость я выставил на 50%. Это более чем достаточно даже при игре на прямом цвету. И вот видим график разряда. А вот сколько он длился. 7 часов 22 минут. Очень очень хороший результат. Так как многие смартфоны в этом тесте показывают не более 2,5 3 часов. Так ну и осталось немножко рассказать о камере. Камера здесь как оказалось 8 мегапиксельная с интерполяцией до 13 мегапикселей. Сначала я делал снимки в разрешении 13 мегапикселей. Дома посмотрел на компьютере они мне показались какими-то слегка шумноватыми что ли. Видно было неправильная ну как неправильная программная интерполяция. После чего я выставил 5 мегапикселей и ситуация значительно улучшилась. Вот оригиналы как бы фотографии вы конечно же можете посмотреть чуть попозже в текстовом обзоре. Вот ну а пока вот только на экране телефона и видим что в принципе все отлично. Классно очень отрабатывает макросъемка. Да и вообще в принципе фотоаппарат довольно неплохой. Особенно учитывая то что сейчас такое время года что то пасмурно то света мало и фотки все равно получаются довольно неплохие. вот здесь я фотографировал листочек. Так в ночное время естественно получается довольно много шумов. Здесь видим смазанную фотку. С текстом справляется отлично. в целом как бы камера довольно неплохая и стоит своих денег. Вот ну в принципе на этом все. Подведу итоги. За 119 долларов мы имеем отличный смартфон с бюджетным железом но с очень хорошим аккумулятором с хорошим стеклом защитным и металлическим корпусом. Учитывая цену в плюсы мы можем отнести экран камеру естественно автономность еще раз автономность вот так как это главная фишка смартфона. Вот а минусы это в первую очередь пока еще сыроватая прошивка возможно некоторые баги как например тот баг который я описывал с невозможностью зайти в настройки экрана ну и по мелочи в принципе у меня больше к этому телефону претензий нет но люди на ФПД писали еще о каких-то артефактах на экранах которые иногда возникают потом после перезагрузки пропадают вот у меня такое за время использования ни разу не произошло а телефон у меня уже 10 дней в тестировании так сказать находится в общем кто ищет недорогой телефон с хорошей батареей для звонков интернета и возможно каких-то небольших мультимедийных функций то бишь поиграть немного или пофотографировать то в принципе этот телефон я могу рекомендовать на этом все спасибо за внимание с вами был Злой до новых встреч до новых встреч